Привет, мои дорогие подписчики, и в сегодняшнем видео я расскажу про самые лучшие и самые запоминающиеся книги, которые я прочитала в этом году. И давайте начнём. Книг всего оказалось 10. Это не все книги, которые понравились мне в этом году, но это именно те книги, о которых я хотела бы ещё раз рассказать, подводя итоги этого года. И начнём мы, пожалуй, с мировой классики, с тех книг, которые не умирают. Это Маргарет Митчелл и её «Унесённый ветром». Об этой книге я уже много раз говорила в своих предыдущих роликах, но это прям книга, которая, наверное, занимает первое место в прочитанном вообще в этом году. Это стало одной из моих любимых книг, и несмотря на объём, тут два тома, я прочитала её просто залпом. Это книга, с которой я переживала, я проживала её. Это такие эмоции, и вот кто ещё не читал «Унесённый ветром», я вам прям советую это сделать, потому что, ну, вы получите колоссальное удовольствие. Если вам нравятся книги такого жанра, в этой книге собрано всё. И сильные женщины, и война, и любовь, и отношения, и психология человека. Роман о любви к жизни — это самое главное, и поэтому этому роману, этой книге я просто ставлю 10 из 10, как когда-то она попала вот в моё настроение, вот прям в яблочко. Следующая книга — это тоже классика, это «Всадник без головы», это Майн Рид. И, наверное, к счастью, что я не прочитала её в детстве, а прочитала в этом году, потому что это ещё одна книга, которая попала в моё настроение прямо на все 100%. Был момент летом, когда мне хотелось прочитать про «Дикий запад», про каньоны, про шерифов, про Техас, про мустангеров, про салуны и сеньюрит, и это всё, это вот эта книга. Да, она для детского и юношеского чтения, но я получила массу колоссального удовольствия во время её чтения. Я прям была поглощена в сюжет, я переживала за героев. Это и триллер, и детектив, и драма, и романтика, и всё это смешано в этой книге. И как-то ты читаешь, допустим, мне она очень понравилась. Может, это время у меня было для этой книги, и поэтому она у меня тоже оказалась в любимых, не знаю, но то, какое впечатление она у меня произвела в первый раз, когда я её читала, это ну что-то. Знаете, вот часто я любимые книги боюсь перечитывать, потому что я боюсь разочароваться, боюсь, что вот когда я прочитала её, да, с тем настроением, и вот в тот момент, что в следующий раз перед её перепрочтением, я не поймаю тех эмоций, и вот у меня есть такие книги, которые я люблю, но, наверное, перечитывать в скором времени я точно их не буду. Пусть они у меня останутся в памяти вот так вот, и с такими же ощущениями, какие вот я получила, когда я читала их впервые. Чаще всего это, кстати, получается с детскими книгами, как Убит пересмешник или Овод, я действительно боюсь их перечитывать, особенно Оводу, потому что я слышала, что в более взрослом возрасте человеку может не так понравиться. Хотя это произведение меня просто покорило, и я действительно даже плакала. Следующая книга, о которой я говорила в прошлом своём ролике, это «Сварить медведя» Микаэла Ниэми. Это книга, которую я прочитала уже под конец года, но в ноябре, и я читала её, я начинала читать её со страхом, потому что я боялась, что мне она не понравится, и она меня разочарует, из-за того, что я читала много не очень хороших отзывов на неё, но к моей радости, она мне не то, что не разочаровала, но она мне очень понравилась. Я читала с карандашом её, потому что там столько философских мыслей, там столько того, что тебе есть что почерпнуть, и да, где-то она грубовато и тяжеловато, но если это не бояться, она читается очень легко. Я её прочитала с залпом, мне было настолько интересно. Книга о тяжёлой жизни мальчика Юси, который попадает как ученик к проповеднику, которого подбирает проповедник Листадиус, и в этой книге и детективная история, и философия жизни, и отношение к миру, и вообще такая солянка, но очень интересная, читается, ещё раз повторю, очень легко. Мне прям вот книга поразила и понравилась, и да-да-да, я её советую очень к прочтению. Следующая книга, это была «Любовь» в самом моём начале года, я её прочитала в феврале, это книга «Там, где раки поют» Делия Овенс. Эту книгу я очень ждала, пока её издадут, переведут, издаст Фантом Пресс, я её ждала ещё до того, как она должна была вообще выйти в Россию, и я прям, я была под впечатлениями от «Жизнью наедине» книги Кристиан Ханны, и мне хотелось что-то вот наподобие этого прочитать, и вот эта книга та, которая покорила моё сердце, разорвала, и эта книга, после прочтения которой ты не положишь на полочку и не скажешь, а, интересная книга, после которой ты захочешь её обсудить с кем-то, ты захочешь поговорить о ней, ты будешь её пихать всем и говорить, почитайте, вот, вот, почитайте эту книгу. Вот, именно такие эмоции эта книга вызывает, и, я знаю, моей тёте, она тоже очень понравилась. Эта книга про сложное детство девочки, которая жила на болоте, которую оставила сначала мать, ушла, потом ушли все её братья и сёстры, оставив её на пьяницу отца, а потом и ушёл отец. И маленькая семилетняя девочка осталась на болоте, жить одна, не умела ни читать, ни писать, и вот как она выживала, как она потом с кем-то знакомилась, как у неё любовные отношения появлялись, но человек, который не социализирован полностью, она была близка к природе, к птицам, но не к людям. Так интересно смотреть за её взрослением, за её становлением, а концовка вас вообще просто убьёт. И я до конца не могла поверить. Ну, то есть, опять же, я понимала, к чему это идёт, и я так и думала, что это будет, но после прочтения ты не поверишь, ты скажешь, ну нет, ну не может так быть. И вот это вот, не знаю, не разочарование, не разочарование, но останется в тебе надолго, и вот этим, наверное, книга и цепляет. Очень интересная книга, я её советую тоже к прочтению, я, в принципе, все эти книги советую к прочтению, о которых я сегодня буду рассказывать, так что прям берите на заметку, если вы ещё не читали. А какое описание природы, болот, леса, птиц, это тоже что-то очень завораживающее, это добавляет ещё вот этой вот пикантности в этой книгу, и прям-прям эта книга, ну, какой-то подарочек. И следующая книга, опять у нас про сложное детство подростков, у нас 4 подростка, это миф-проза, «Запахи чужих домов», Бонни Кассью Хичкок. Книга, от которой я тоже была в восторге, которую я прочитала за один вечер, от которой я не могла оторваться, и я честно вам признаю, что эта книга мне напомнила, опять же, Кристиан Хана «Жизнь наедине». Я просто от той книги под величайшим впечатлением была, и поэтому вот что-то вот так эдакое мне хотелось прочитать. И когда я увидела, что это 70-е годы, что это Аляска, я сразу захотела её взять, прочитать, и как я счастлива была, что я не ошиблась. В книге рассказывается от лица 4 подростков, там каждая глава про одного подростка, но эти дети не такие, как... Допустим, я не особо люблю книги «Янг Эдалт», где одинокие бедные дети жалуются на свою жизнь, жалуются на своих родителей и на свою вот такую судьбу, несмотря на себя, то, что всё зависит и от тебя тоже. А эти ребята, они взрослые были, и их заставила позарослеть сама жизнь, суровая жизнь на Аляске, и они никогда никого не винили. Они знали, что их жизнь в их руках, и только они могут себе помочь. Какие у них сложности были. Это замечательная книга, а самое главное, что мне очень понравилось, это вот как тоненькая красная ниточка может помочь и соединить вот совершенно разных людей, почти родных. Это тоже очень интересная линия такая, и сколько тут сюжета происходило, сколько тут вообще интересных моментов. и эта книга, я думаю, если вы её возьмёте, вы её прочитаете вот просто за раз. Мне она очень понравилась, и прям миф-проза, это просто вот замечательно. Но самое главное, что в нашей жизни есть, это наш дом, наша опора, это неприступная крепость, и главное найти этот дом. Замечательная просто книга, я ещё раз её советую, советую, советую. А все ссылки на видео, где я поподробнее рассказываю про эти книги, я оставлю внизу в описании. Следующая книга, о которой я ещё не рассказывала на своём канале, я её читала в начале года, это «Путешествие Гектора» или «Поиски счастья» Франсуали Лорд. Эту книгу мне подарила моя очень-очень хорошая подруга, и она сказала, чтобы эта книга оставила мне только приятные эмоции и впечатления. И это действительно было так. Книга небольшая, она читается очень быстро, но действительно хочется верить в счастье и в радость, в любовь к жизни после прождения этой книги. Наш главный герой, психиатр, отправляется в путешествие на «Поиски счастья». Сколько он помогает людям, а сам себе помочь не может. Вот что-то в его жизни складывается не так. И он отправляется в отпуск, в путешествие, и он же доктор решает не просто так его провести, там, валяясь на диване или на пляже, а решает провести такую исследовательскую работу. И вот он в разных странах, в разных городах бывает, и вот у всех спрашивают, что такое счастье. И все свои пометочки он записывает в свой блокнот. Он встречает различных людей, он попадает в разные ситуации. И вот эти вот его наблюдения, это так интересно читать. Вот он какие-то уроки, которые получает из своей жизни, записывает в свой небольшой блокнотик. И я вам сейчас вот парочку зачитаю. Хороший способ испортить себе счастье начать сравнивать. Часто счастье приходит неожиданно. Многие видят свое счастье только в будущем. Или такое, допустим. Иногда счастье это когда не понимаешь. И вот таких уроков я просто могу много-много-много читать, но я советую вам лучше эту книгу прочитать самим. Есть еще вторая книга, которую мне тоже подарили, но почему-то я ее сразу не начала читать. Мне захотелось, чтобы был какой-то определенный момент, когда я ее взяла и прочитала. И конечно в следующем году я собираюсь ее прочитать и уже буду более подробно рассказывать про вторую часть. Вторая часть называется Франсуа Лилорд и Гектор и Секреты любви. Она чуть-чуть потолще и мне кажется эти две книжечки станут тоже моими любимыми и запоминающимися. Следующая книга, которую я вам тоже хотела рассказать, это Андре Муруа и его Письма Незнакомки. Наконец-то я познакомилась с этим автором и этот сборничек мне очень понравился. это его очерки эссе о жизни, которые он посвящает женщине Незнакомки, которые он видит и пишет как бы ей, но это публикуется в газете. Еще одна очередная книга, с которой я сидела с карандашом и просто там чуть ли не через каждую строчку я сидела и подписывала и подчеркивала цитаты. Не всегда, конечно, карандаш был при себе и к сожалению, но настолько я получила удовольствие читая эти очерки, эти эссе, что мне кажется она настолько маленькая, что ее очень легко прочитать и быстро, но мне кажется каждый из этой книги подчеркнет что-то для себя. И поэтому вот эта книга оставила свой след лет в моем 2020 году. Книгу, которую я буду перечитывать и на которую я, может быть, посмотрю немного другой какой-то точки зрения, может, какие-то мысли мне еще больше понравятся, может, какие-то уже будут не так актуальны, но я хочу вернуться еще раз к ней и хочу еще почитать этого автора. Следующая книга, которую я не могла не сказать в этом году, это «Лето целого века» 1913, «Флориан Иллиас». Не знаю, правильно ли я ставлю ударение или нет. Книга про целый год, и мне очень понравилось, я прям была под впечатлениями от этой книги. В следующем году я, конечно, прочитаю еще вторую часть, я просто до нее не дошла, но я очень-очень хочу ее прочитать, и я слышала, что эта книга не хуже, чем первая, она прекрасно дополняет, и вот получается такой томик целого года 1913, и вырисовывается после их прочтения полная картина. Книга это хроника этого года, мне рассказывается о многих таких известных личностях, как Малевич, Гитлер, Сталин, Луи Амстронг, Томас Манна, Франц Кавка, Кукошка, и много-много еще остальных известных личностей, и нам рассказывается не в поучительном, не в энциклопедическом стиле, очень правильно, с датами, а нам это как преподносится в художественном, художественном стиле, очень интересно, очень заинтересовывает читателя, даже самого обыкновенного обывателя, и тебе становится интересно, и хочется узнать поподробнее про какие-то личности, которые ты не знал, про какие-то моменты, которые ты тоже там первый раз слышал, и в этой книге опять ниточкой проходит то, как вот судьбы этих всех великих людей связаны, то есть где-то там в каком-то месте могли пройти в одно время, там, и не пересечься, там, Гитлер, Сталин, или в одном поезде могли там ехать два великих художника, только совершенно разного направления или что-то наподобие этого, и все они как бы предчувствовали этот крах, предчувствовали войну, вот этот конец того, к чему пришёл мир, вот импрессионист, вот это вот настолько книга захватывает, и ты уже не можешь оторваться, она идёт прям по каждому месяцу, там, январь, февраль, март, апрель, и, конечно же, я её тоже советую, это такое литературное чтение, которое не только для удовольствия, но ещё и с познавательной точки зрения будет хороша, поэтому однозначно да. Ещё одна книга, которая мне запомнилась, это Мэк Джей и её важные годы, ещё одна книга мифа, эту книгу я советую читать 20 лет, вот, 20-21, потому что в этой книге рассказывается, что нужно сделать, что успеть за вот это вот десятилетие, 20 до 30 лет, чтобы не попасть в просаг, и чтобы 40 лет ты не жалел о том, что ты не сделал, и что у тебя не получилось. считаю, что в 30 лет её уже поздно читать, это какое-то такое пособие вам на будущее, и да, было много таких моментов, которых я знала, и как бы вот эти вот истинные, то есть прописные, но были такие некоторые моменты, которые отозвались во мне, и о которых я как бы думала, но нигде этого ещё не встречала, и так что вот для молодёжи, для такого поколения, я думаю, её стоит прочитать и задуматься о своём будущем. И следующая книга, вообще этот год прошёл под эгидой искусства, даже больше живописи, это от Монеды Ван Гога «Самая человечная живопись» по лекциям Паолы Волковой. Книга настолько замечательная, и она я купила в Санкт-Петербурге, вообще я импрессионизмом не особо увлекалась, и решила почитать. Во-первых, всё проиллюстрировано, вот в отличие от Хопера, где было какие-то непонятки, я уже говорила об этой книге, в этой всё понятно, каждая картина тебе подписана, и если текст есть, то она следующая там, рядышком эта картина, и ты понимаешь, что про эту книгу рассказывается, я прошу прощения, у меня кричит кошка, она, наверное, хочет, чтобы её пустили ко мне в комнату, вот, и настолько интересно, настолько всё понятно, вот лично мне, для человека, который не так близка к искусству, который не особо его понимает, который интересно, интересно, но не всё знает и не всё понимает, мне было доступно и легко читать эту книгу, так ещё и интересно, Гоген, Моне, Моне, Ренуар, Дега, Сезан, прям по каждому художнику, отдельная глава, отдельный разбор его картин, и мне очень понравилась эта книга, и вот кто, кому интересен импрессионизм, и кто хочет в этом побольше разобраться, я прям эту книгу очень-очень советую, и, наверное, после неё у меня появился какой-то интерес к живописи, к импрессионизму, и вообще вот эта вот книга «Лето» 1913, вот эта вот книга от Монеды Ван Гога, и они, я примерно читала их в одно время, всё вот так вот у меня сложилось в одну кучку, и как-то в этом году я про импрессионистов намного больше узнала, чем знала до этого. А на сегодня всё, и вот те книги, с которыми я хотелось ещё раз поделиться с вами, которые я хотела ещё раз посоветовать вам, а в комментариях пишите, какие книги вам понравились, которые вы прочитали за этот год, мне будет очень интересно, а я вас всех люблю, и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok